Похоже на состязание геймеров. От обычной сессии есть одно отличие. В момент одного из эпизодов происходит сбор данных. Речь идет о том, как функционирует тот или иной отдел головного мозга во время игры. Сегодня, с момента ее запуска, несколько месяцев назад собран колоссальный массив информации. Это разработка специалистов, работающих в одной из исследовательских лабораторий столицы Британии. Прежде всего, тут важно, что требуется принять решение направления движения. Нужно уметь прицеливаться. Нужно быть быстрым в момент принятия этих решений. И очень важна точность всех движений, то есть те качества, которые в связи с наступлением заболеваний, связанных с деменцией, постепенно утрачиваются. И чем старше человек становится, тем больше сложности в том, чтобы исполнить все указанные в игре задачи, справиться с ними с точностью. Возраст играет очень важную роль в том, как именно и с какой скоростью тот или иной групп достигает поставленной нами цели. Деменцию на ранних стадиях болезни порой сложно диагностировать, и ее практически невозможно ни предупредить, ни лечить. Вплоть до настоящего времени существует лишь поддерживающая терапия. Но ученые, тем не менее, полагают, что и та, и иная цель могут быть достигнуты, потому что прогресс в изучении деятельности головного мозга и фармацевтика развиваются семимильными шагами. Это на самом деле станет рутиной. Наряду с проверкой зрения состояния, к примеру, полости рта и зубов, можно будет проводить и тестирование с помощью компьютерных игр. Тем более, что к тому моменту у нас будет уже достаточная по объему статистическая база, чтобы сразу же увидеть возможное отклонение. По мнению сотрудников, работающих над изучением болезни Альцгеймера, два с лишним миллиона человек — это самое масштабное исследование, которое пока было предпринято в рамках исследования причин и симптомов старческой деменции. Для сравнения, если идти традиционным путем лабораторных опросов и сбора сведений, на это пришлось бы потратить несколько сотен лет, чтобы собрать аналогичный объем данных, нужно отметить, что данные исследования носят прикладной характер, потому что одна из его целей — подготовка лекарственного препарата одного или нескольких, которые бы помог справиться с этим заболеванием. Ученые, которые проводили исследования, настаивают на том, что пока их работа — всего лишь фрагмент большого изучения, которое велось и ведется специалистами. Врачам, разумеется, требуется гораздо больше по объему массив данных. Тут мы заостряем внимание на довольно ограниченной симптоматике, которая связана со скоростью реакции и свойствами памяти. Но я не могу не отрицать, что полученные сведения для нас, для клиницистов, имеют существенное значение. Наиболее репрезентативное исследование такого рода, которое проводилось до этого, включало в себя 600 опрошенных. Участников же видеоигры и пользователей было почти 2,5 миллиона человек.